Всем привет! Сегодня мы поговорим о e-mail маркетинге и о том, как сделать вашу рассылку, даже если у вас ее еще нет, интересной и приятной для пользователя. Дело в том, что многие компании, многие люди путают e-mail маркетинг с некой вариантой спама. Это критическая ошибка для многих бизнесов, потому что вы разом упускаете все возможности e-mail маркетинга, а они гораздо сильнее, гораздо эффективнее, потенциально лучше, чем даже холодные звонки и встречи с клиентами. Потому что на встречи и холодные звонки вы должны затратить время, а на e-mail маркетинг вы максимум времени тратите на одно письмо, а рассылать ее можете по десяткам тысяч, по сотням тысяч, по миллионам пользователей. Здесь ограничений нету, даже если вы ведете рассылку на каком-то бесплатном сервисе. Что, в общем-то, и рекомендуется для многих начинающих открывать рассылки на бесплатных сервисах, и тогда вы с легкостью можете пользоваться всеми привилегиями, не затрачивая на e-mail маркетинг ни рубля. Ну, приступим. Во-первых, нам необходимо рассмотреть вообще в целом, что такое e-mail маркетинг, кто у вас в рассылку подписывается, и какие полезности вы можете для них дать. Ну, начнем с того, что все крупные сайты это как минимум один раз спросили ваш e-mail. И, скорее всего, как-то высылали вам потом напоминание о том, что у них есть акция, о том, что вам оставили комментарий, о том, что... И таким образом сайты затягивают на себя, завязывают ваш... То есть они захватили ваш контакт и периодически напоминают о себе. И, соответственно, если это сайты платные, напоминают о своих услугах, товарах, почему бы вам не делать то же самое? Плюс делать это интересно, чтобы пользователю хотелось открыть вашу рассылку, чтобы он хотел получить полезную информацию и ждал, когда же придет письмо именно от них. Вот среди всего спама, возможно, у вас тоже такое есть, вы отыскиваете нескольких людей или нескольких компаний, чья рассылка вам интересна. Все остальное у вас там то в спам, то в нежелательные, то еще куда-то, а вот этих людей вы читаете. Независимо от того, это рассылка или это компания, или это частный человек, неважно. Но это вам интересно почему-то. Давайте рассмотрим почему. Если у вас бизнес, в вашу рассылку, скорее всего, подписываются четыре категории людей. Первое – это потенциальные клиенты, люди просто заинтересовавшиеся вами или тем, что вы предлагаете за подписку. Кстати, обязательно предлагайте какой-нибудь маленький подарок, небольшую статью, может быть, видеоурок или что-то еще на своем сайте за то, что клиент подпишется. Желательно тематическую, естественно. Тогда гораздо больше клиентов будут подписываться на ваши новости на сайте и так далее, и так далее, и тому подобное. Нужно дать за что? Лучше дать чуть больше, чем обещали. Итак, первая категория – это потенциальные клиенты, люди, которым интересно. Вторая категория – это уже реальные клиенты, которые у вас что-то покупали или покупают, или еще будут покупать, но уже у вас был с ними обмен финансы, товар, товар-финансы. Следующая категория – это вип-клиенты. И четвертая, последняя категория – это клиенты, которые у вас были, но почему-то забыли про вас, ушли по разным причинам. Итак, для каждой из этих категорий интересны разные вещи. Ну, например, для новых клиентов интересны ваши цены, сервис, качество вашего продукта и, ну, например, опыт. Ваш опыт и опыт ваших специалистов. Для настоящих реальных клиентов важна ваша программа лояльности, подарки, скидки, акции, ну, и то, что те отношения, которые вы с ними выстраиваете. Для вип-клиентов важно знать, что они уникальны. Хорошо, если вы разводите все эти рассылки по отдельным группам, и вы можете этим вип-клиентам, дорогим клиентам, высылать какие-то спецподарки, спецпредложения, приглашения на закрытые мероприятия, какие-то вещи, которые уникальны только для них. Это сильно повысит их лояльность и сильно повысит возможность, что они у вас купят еще раз и не на маленькую сумму. И бывшие клиенты, их совершенно точно нужно выделять в отдельную группу и разрабатывать для них программу возврата. Что я имею в виду? Ну, какие-то подарки, какие-то скидки, акции для того, чтобы они вернулись к вам. Иногда бывает достаточно даже напоминания. Просто напомните о том, что, друг, вот вы когда-то делали у вас заказ, но почему-то о нас забыли или что-то еще у вас произошло. Спросите его, почему давно он у вас не... Иногда только вот этого достаточно, чтобы он купил у вас еще раз. Итак, четыре группы клиентов, четыре варианта интересов, но можно ввести одну общую рассылку, если у вас малый бизнес. Кстати, запомните, если у вас небольшое предприятие, небольшая рассылка, одно письмо, одна ссылка. И если вы введете общую рассылку, то лучше, когда в ней три вида контента. Ну, например, вот вы высылаете подряд три письма. А лучше делать одно письмо не чаще, чем раз в три дня, в четыре дня. То есть, чтобы клиент... чтобы не задолбать клиента количеством писем, раз-два в неделю будет вполне достаточно. Первое письмо должно быть полезное. Мы с вами уже рассматривали в этом тренинге. Если вы еще не в тренинге, кстати, внизу ссылка, чтобы получить гораздо больше видео уроков по этому. Подписывайтесь внизу, и вы получите максимум уроков по тому, как в интернет-бизнесе правильно вести рассылку, работать с сайтом и так далее, и так далее, и тому подобное. Сейчас не буду углубляться. Просто, если интересно, подпишитесь. Первое письмо. Что-то полезное. Мы в тренинге рассматриваем, как найти вот эти 10 ключевых точек, почему клиент не спит ночами. И высылаете им ответы на эти вопросы. Высылаете что-нибудь полезное, реально нужное клиенту. Какой-нибудь совет, какой-нибудь видео урок, как я вам сейчас, например, высылаю. Возможно, это будет вам полезно, и у вас разрастет лояльность. То же самое вы делаете со своими клиентами. Вы делитесь с ними реально полезной информацией. Не той, которую вам хочется поделиться, а что-то на их тему. Хорошо, если это совпадает, но лучше что-то на болевую точку клиента. Вот у него, например, вы работаете с женщинами, с детьми в детской теме. Вышлите, как правильно общаться с ребенком. Несколько советов о том, как воспитывать ребенка без наказания. Ну, например, да, или какой-то чит-код по тому, как в программном коде, если вы для программистов ведете рассылку, как сделать это проще, быстрее, легче и так далее. Поделитесь чем-нибудь полезным для ваших клиентов. Вторая часть вашей рассылки, второе письмо. Оно может быть с какими-то новостями. Чисто новостные, развлекательные вещи. Плохая новость для вас. Вы конкурируете с Волтом Диснеем. Вы конкурируете со всей индустрией развлечений, со всей индустрией новостных сайтов. Вы должны действительно какой-то тренд рассказать о своей теме. Желательно, чем уже, тем лучше. Вот у вас, если есть тема стиральные машинки. Вот модно сейчас стало так, вот так, вот так, вот так. В предыдущем письме вы можете рассказывать про то, как сэкономить воду стиральной машинки или порошок. В этом вы рассказываете тренды рынка. Сейчас лучше выбирать такую машинку, потому что, потому что. И вот модным стал вот такой вот барабан. Лучше, если это новости вашей компании. Если нет новостей вашей компании, просто тренды рынка, новости, интересные какие-то фишки, вещи развлекательного характера. То есть, частично вы обучаете, частично развлекаете. И третий, совсем ненавязчивый контент у вас должен быть о вашем продукте. Может быть это какой-то отзыв, может это какая-то история и ненавязчивое упоминание вашего продукта или услуги, которые вы предлагаете. Причем желательно с призывом к действию. То есть, если вас заинтересовало, позвоните на этот телефон. Или если вас заинтересовало, подпишитесь. Или если вас заинтересовало, оформите заказ на сайте, ссылка. Обязательно призыв и можно еще ограничением. Вот ограничение по времени, в течение скольких-то часов, сильно увеличит конверсию, сильно больше людей перейдут по ссылке, если есть ограничение. Потому что иначе забудут, забьют. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Итак, три части рассылки. Новостная, развлекательная, полезная, реально полезный, классный контент. Не делитесь всякой фигней, не забрасывайте кучи информации. Одну полезную фишку, очень интересную. И третье, это какое-то предложение, но тоже сделайте его интересным. Сделайте его какой-то статьей. Сделайте его примером из практики. И только в конце, ограничение по времени, предложение, призыв к действию. Если вы в таком формате будете вести рассылку, 1.3, 1.3, 1.3, вот долями по 33%, то уверяю вас, если действительно интересно, кстати, не грех спросить клиентов прямо в рассылке, а что вам было бы интересно узнать, чем я мог бы быть для вас полезен просто так. И я уверяю вас, вас будут искать, выбирать даже в самом забросанном письмами ящике, будут искать вашу фамилию, компанию, открывать именно ваши письма и смотреть, что же там нового и интересного. Точно так же, как вы открываете мои, если вам моя рассылка кажется интересной, естественно и совершенно очевидно, что вы будете ее читать, переходить по моим ссылкам и какую-то информацию брать, применять, она вам поможет. И вы, может быть, закажете, ну вероятность того, что вы закажете мои продукты и услуги гораздо больше, чем если бы вы воспринимали это как спам. Так что, вписывайтесь в тренинг внизу, если вы еще не там, если вы уже там внедряете e-mail маркетинг в свою компанию, пишите интересно, делайте контент действительно полезным для вашего пользователя и тогда все у вас будет хорошо. Всего доброго, пока!